Акулы-пера В интервью и планерках об этом поговорим с одним из участников конкурса «Журналист меняет профессию» редактором «Комсомольская правда Барнаул» Ольгой Ведерниковой Оля, здравствуй! Здравствуйте! Я знаю, что ты уже не впервые принимаешь участие в этом конкурсе, он пятый по счету. Сколько раз в нем участвуешь ты? Я участвовала два раза в этом конкурсе. Первый раз я выбрала для себя профессию плиточника-облицовщика, а второй раз газоэлектросварщика. В этом году я решила испытать свои силы «Вальщики леса». То есть, получается, в нынешнем году ты участвуешь в третий раз? Да, я буду участвовать в третий раз, потому что два года я пропустила. Потребовалась, наверное, в какой-то мере реабилитация. Надо было позаниматься еще и журналистикой, поэтому в этом году я решила вновь вернуться в проект. Из перечисленных профессий ни одной женской. Ведь там есть и флорист, и визажист. Почему такие выборы? Я вот даже не могу сказать, почему на самом деле. И в моих планах вообще никогда не было становиться сварщиком или плиточником, вальщиком, тем более, наверное. В детстве я вообще, наверное, мечтала быть укротительницей тигров. Ну вот не сложилось, да, как-то. Но когда тебе жизнь преподносит какие-то варианты, попробуй то или попробуй это, я считаю, что нужно всегда охвататься и обязательно пробовать. И вот, наверное, чисто из какого-то журналистского и человеческого интереса я всегда пыталась пробовать, участвовать, смотреть, что из этого получается. Но опять же, например, если там флорист, флорист, ну как бы это близко, я увлекаюсь дома цветами, поэтому как бы часть из этой информации я, наверное, знаю. Краситься тоже там, все мы девочки, да, все мы умеем краситься. Ну, может быть, там не так профессионально, но тем не менее, как бы, мне кажется, при особом желании ты открыл какой-то веб-курс, да, посмотрел за два часа и научился краситься. Но вот навальщик колеса, наверное, тебе вот по различным, там, по интернету никто не научит, это нужно только обязательно делать вживую, так же, как и на сварщика, правильно? Ты же не можешь научиться сварке, никогда не держа в руках сварочный аппарат. Но вот освоенные профессии каким-то образом тебе уже пригодились? Не знаю, на даче чего-нибудь отремонтировала или дома плитку? Вот, кстати, я, когда я училась на плиточника, мы как раз делали дома ванной, у себя ремонт, и я, да, начала на полу класть плитку. И то есть три вида я, значит, начал у меня муж, на самом деле, класть, я подошла, сказала, ты что, ты посмотри, там, уровень поставила, у тебя там откос, там, два сантиметра, давай все нафиг убирай. Он говорит, кто какой-то из нас плиточник, давай. И пошел смотреть телевизор. Короче, я отодрала эту плитку, эти три слоя, наложила раствор, все это уложила, плиточку все правильно, и все, на этом моя карьера плиточника закончилась, сказала, все, хватит, больше я вся вспотела, я встала, думаю, боже мой, никогда в жизни я больше этого делать не буду. Ну и дальше, как бы, у меня всю плитку клал муж, конечно, ванной. Вот на этом моя карьера закончилась, плиточника. А результат тебе понравился самой? Ну результат, наверное, да, потому что это был, как бы, такой первый опыт для себя, тем более, не в учебной студии, не в училище, где мы когда-то пробовали, а под собственным руководством, ну, наверное, да, они были, вот эти плитки, которые, как бы, я уложила, они были хорошо покладены. Вот вальщик леса, что это вообще за профессия, насколько она у нас востребована? Вот смотри, я тоже думала, что это за профессия вальщик? Ну, как у нас представление есть, ты выходишь в лес, там, с бензопилой, в варежках, в очках, в какой-то маске, да, там, и так далее, чтобы это, вот, опилки. Здесь какая-то, наверное, плюс еще больше в определенной степени романтика, поэтому, наверное, я в этот раз и решила именно пойти на вальщика леса. Ну, и к тому же я прочитала, что говорят, например, если, например, в Европе где-то вальщик леса уже не столь популярна эта профессия, она уходит, как бы, то в России, как бы, очень не востребовано в плане того, что, например, если в тоже Европе уже набирают обороты операторы лесозаготовительных машин, вот, то у нас этот номер здесь не пройдет, так как у нас очень много, там, удаленных, как бы, лесов, да, где сухостойно находится туда, на этих лесозаготовительных машинах просто не проедешь. Поэтому вальщики леса, они все равно будут еще востребованы как минимум сотню лет, это сто процентов, вот. Ну, и поэтому, как бы, интересно посмотреть, да, как бы, как это все происходит, как валят деревья, ну, как бы, ты же образно себя представляешь, вот, я завалю деревья. Хотя, думаешь, и самое, конечно, смешно, как это все будет происходить. Ну, кстати, вот, что интересно, на самом деле, хоть и предложили, в нашей группе, получается, все мальчики, кроме меня, он так же, как было в группе сварщиков. Я помню, когда мы пошли учиться на сварщиков, там было три мальчика и я, в итоге осталась одна я, как бы, все мальчики слились под конец проекта. В этот раз, вот, у нас пять человек, четыре мальчика и одна я. Не знаю, что будет к концу этого проекта, может быть, я сольюсь, может быть, кто-то из пальчишек сольется. Но, что интересно, есть постановление правительства, в котором указаны профессии, на которые ни в коем случае, ну, запрещено брать женщин. И вот в этом списке есть, например, вальщик леса. Вот, то есть, по сути, это, наверное, незаконно, чтобы женщина работала вальщиком леса. Ну, так как это все-таки проект, да, такой проект, журналист меняет профессию, наверное, попробовать все-таки можно. И, ну, кстати, в том же списке был тот же газоэлектросварщик. Тоже женщинам, как бы, электросварщика можно, а газа работать нет. Я помню, был такой случай, когда мой педагог, когда мы учились на сварке, он говорит, ну, вот электросварку освоили, я говорю, давайте газовую. Он говорит, а ты знаешь, что газовая, там, женщина, нет допуска на газовую сварку. Я говорю, почему? Он говорит, ну, потому что там температура 3120 градусов, типа, ну, вы же бабы, что вам там делать-то? Я такая, знаете, вскипела, однажды, температура 3125 градусов, я говорю, ну, нифига подобное, у меня дома плита газовая, что вы мне газовой сварки-то не можете? У плиты, значит, можно стоять, а вот газовую варить нет. А здесь нет, поэтому как-то и там разрешили, и там все пошло. Ну, я думаю, здесь тоже вот на самом деле пойдет, хотя вот, по сути, я говорю, по закону, женщина не имеет права заниматься такими профессиями. Кстати, в этом списке еще находятся такие профессии, например, как опрессовщик-трупп, машинист, убойщик-скота и так далее. Ну, то есть какие-то вот такие тяжелые, жестокие профессии. Как твой муж отреагировал вот на такой неожиданный выбор мужской профессии, вальщик леса? А то скажешь, плитку вот она уже пытается класть, а вдруг завалит меня где-нибудь. Скажи, чего недоброго. Я с самого начала с юмором относился, когда я на плиточника, когда я на сварщика, и когда надо что-то там дома сварить, да, там, гараж-ворот, он мне говорит, давай, давай, это твоя профессия, ты училась, иди делай. Я разложу руками, я говорю, я же, я же журналист, вот, поэтому, ну, в очередной раз, наверное, посмеется надо мной. Ну, и пускай, как бы, это же плюсом просто хорошее настроение. И нам здесь тоже, во-первых, это знакомство с новыми людьми, и это просто посмотреть на... Я не говорю то, что мы научимся это про всем, просто посмотрим на него хотя бы изнутри, как и что там происходит. Да еще польза в чем? Каждый журналист пишет статьи или снимает видеосюжеты об этом конкурсе, да? Конечно, обязательно. Поэтому здесь, естественно, будет серия, как бы, статей. Ну, и, как каждый журналист, это как каждый солдат мечтает стать генералом, здесь каждый журналист мечтает выиграть в этом конкурсе. То есть в каждой профессии будет выбран лучший? Ну, как бы, теоретически, да, но на самом деле тут больше оценивается по журналистским материалам. То есть ты ходишь, учишься на эти профессии, отписываешь тексты, я отписывала на сайт и в газету «Комсомольской правды», телевизионщики, когда снимают сюжеты, показывают их по телевизору, и потом конкурсное жюри отбирает, чьи работы были лучше, кто лучше показал профессию, да, вот эту свою профессию, на которую учился. А приз? А приз, грамоты, грамоты. Непосредственно у вашей группы занятий еще не начались, тем не менее, наверняка рассказывали организаторы, что будет в этом курсе. То есть непосредственно теория? Ну, сказали, что мы будем выезжать, да, в основном бы практика. И практика. Да, мы будем выезжать на несколько практических занятий, я так понимаю, они, естественно, будут проходить в лесу, нам уже сейчас отшивают форму специальную, полностью атрибутику, да, и вот мы, наверное, оденемся и пойдем будем валить леса правильно, научимся, наверное, считать. Мне все время было интересно посчитать, вот сколько лет дереву, да, как бы, причем посчитать не тогда, когда уже дерево спилено и вот по кольцам, а вот как недавно общалась с лесниками, говорят, можно как бы и по другим, пока еще дерево не спилено посчитать, вот как раз на самом деле и узнаем, что и как там происходит в этом плане. Занятия будут проходить на протяжении двух месяцев, я не ошибаюсь? Да, двух месяцев, потом должна быть какая-то экзаменационная работа. Так вот, у вас наверняка будут какие-то корочки или цвета липовые? Обязательно будут корочки. Какую бы профессию ты ни получал в рамках этого конкурса, тебе обязательно дают корочки об образовании. Но они такие шуточные, просто лишь бы были. Почему? Нет, они абсолютно настоящие. То есть они имеют значение, эти корочки. Конечно. Вот у меня есть, например, после плиточника, у меня есть плиточник третьего разряда, официальные корочки вот этого колледжа, в котором я училась. Также есть сварщик, по-моему, третьего разряда, если я не ошибаюсь. Тоже официальные корочки со штампом этого учебного заведения, с твоей фотографией. Ну все как... По большому счету, если ты пожелаешь сменить действительно профессию журналиста, вот, например, навальщика, то ты можешь это сделать, потому что у тебя уже есть документы, подтверждающие мастерство. Ну, теоретически, наверное, конечно, да, но насколько это практически возможно, конечно, это уже другой вопрос. Ну, по-честному, признаюсь, а почему пошла на конкурс? Ну, кроме любопытства какого-то или времяпровождения, о будущем думаешь? Да, конечно, но в жизни же на самом деле всякое бывает. Бывает же как... Много же историй, когда человек занимался одним делом, а потом вот что-то у него клинануло, да, так сказать, и он вот на 180 градусов в жизни поворачивает его по-другому. У меня есть там такие знакомые, которые там бросали бизнес, там, и начинали заниматься там, ну, вообще совершенно странными событиями. И как знать-то, что получится? Поэтому я же тоже когда-то хотела быть дрессировщицей от тигров, а вот работаю журналистом. Никогда не мечтала быть журналистом, вообще, в принципе, попалась в эту профессию как-то совершенно случайно. Вот, и поэтому как повернет судьба дальше, непонятно. Ну да, посмотрим, что из этого всего получится. Спасибо за это интересное интервью. Пожалуйста. Ну, а я напомню, что это было «Наше время» и интервью с Ольгой Ведерниковой, редактором «Комсомольской правды» Барнаул. Говорили мы о конкурсе «Журналист меняет профессию». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова